27 мая 2020 года, завтра Вознесение, и поэтому сегодня я решила отправиться на Ильонскую Гуру, чтобы хоть немножко показать вам, что там делается сегодня. Кстати, у нас сегодня открыли все храмы на палестинских территориях, в Вифлееме, во многих других местах. Вроде бы как на Вознесение должна быть служба, и мы с трепетом и замиранием сердца ждем, не откроют ли у нас все-таки храмы к Вознесению. Хотя говорят, что сделают это, скорее всего, в воскресенье. Поднимаемся мы с вами сейчас на Ильонскую Гуру, и за рулем у нас мой бессменный партнер, друг и водитель Саид. Если кто смотрел паломники онлайн, Саида, конечно, помнит и знает, мы с Саидом работали много лет, и я, и мой муж, мы дружим домами, естественно, с его семьей, работали много лет вместе, много лет, почти 13 лет. Водили паломников, возили ежедневно по 12-14 часов, так что, в общем, мы такие спетые, сработавшиеся друзья. И вот Саид любезно согласился взять меня сегодня с собой на машине, поскольку у нас своей машины нет, и помочь мне поснимать здесь на Ильоне. Боже мой, не была здесь, я наверху уже тоже вот с начала коронавирусной истории. Вот эта дорога, которая ведет на Масличную Гуру, очень-очень может быть, что этой дорогой ходил наш спаситель, потому что дороги обычно у нас не меняются, если уж они были в древности, проложены, так обычно и остаются. Слева вы видите Масличные Рущи, оливковые деревья повсюду здесь. Вот потому-то гора и называется Элеон, Масличная Гора, потому что растут на ней маслины, оливки. Сейчас гора, как вы видите, очень здорово заселена, застроена домами. В древности, конечно, такого не было. До XIII века здесь, в общем-то, никто не жил. Гора была вся покрыта оливковыми рощами. Это были такие вот дебри совсем рядом с Иерусалимом, напротив стен старого города, на восток гора Элеон. А с XIII века здесь селятся и живут. Мы подъехали с вами к месту Вознесения. Место Вознесения не открыто, как это было раньше, с утра до вечера. Мы обратились специально к шейху, который за этим местом смотрит. И сейчас он подойдет, откроет нам заветную дверку. Пока мы ждем, чтобы нам открыли место Вознесения, у меня есть несколько минут вам об этом месте, собственно, рассказать. Само место Вознесения Господа нашего Христа было известно с самого-самого начала. Еще в I веке здесь собирались христиане, молились в небольшой пещерке, которая находится здесь неподалеку, но, к сожалению, она закрыта. Сейчас показать я вам ее не смогу. И вот в IV веке здесь появляется первый храм. Построила его, ну, как предание наше говорит, и как мы обычно говорим паломникам, царица Елена, потому что, действительно, это устоявшаяся версия. На самом деле, это была богатая одна римская Матрона. Чуть-чуть позже Елены все это происходило. Она построила здесь первый храм. И этот храм входил в комплекс базилики Элеона. Базилика Элеона была построена действительно царицей Елены. Неподалеку, здесь совсем рядом. И вот базилика Элеона находится чуть-чуть ниже, а само место вознесения на вершине Элеонской горы. И вот все вместе составляло один большой комплекс. То есть паломники посещали сперва базилику Элеона, где они вспоминали о том, как Господь здесь, на Элеоне, говорил ученикам о своем втором пришествии. И предсказывал разрушение Иерусалимского храма и те войны, страхи и болезни, которые будут перед вторым пришествием. А посетив этот храм Элеона, они поднимались чуть-чуть выше и попадали вот, собственно, сюда, к месту вознесения. Уже в 4 веке, в 483 году паломница Эгерия, это первая паломница, оставившая нам весьма подробное описание своих путешествий, свидетельствует, что служба на вознесение была на вершине горы, неподалеку от той пещеры, где Господь часто беседовал со своими учениками. И мы видели следы, оставленные Господом на земле, последнее место, которого касались стопы воплотившегося Спасителя на нашей земле. И вот сейчас, когда нам с вами откроют часовню вознесения, мы увидим камень вознесения. Как считают, на нем отпечаталась правая стопа Господа нашего Иисуса Христа. Левая же была забрана мусульманами в мечеть, купол над скалой. Скорее всего, это было сделано в период правления Салахаддина. Вообще, это место, естественно, как и все другие места, меняло хозяев, и знало оно и период полного абсолютно забвения и практически разрушения. Крестоносцы в XII веке построили вот эту часовню над стопочкой Спасителя, то есть над камнем вознесения. Мусульмане позже пристроили купол, который сейчас вы видите за моей спиной. В любом случае, мы можем сказать с достаточно такой вот точностью, достоверной, что, в общем-то, с XIII века паломничество сюда уже не прекращалось. То есть сюда приходили христианские паломники, мусульмане их пускали. Место принадлежит мусульманам с XIII века. Однако они не молятся на нашем месте вознесения, для этого у них есть рядом мечеть своя, другая. Скорее, они просто ухаживают за этим местом, присматривают за ним. В былые времена брали плату за вход. Вход стоит полтора доллара с человека к месту вознесения. Ай, Манишма, вот пришел шейх с ключом, сейчас откроют нам с вами. Ну вот мы с вами и у места вознесения. Представьте только себе, вот этих камней касались ноги Господа нашего Иисуса Христа. Вот это последняя точка на земле, где он во плоти стоял, находился. Здесь стояли ученики, Матерь Божия, видели Господа возносящегося на небо. Он благословил их и сказал, я с вами во все дни. Давайте мы с вами вместе споем тропарь вознесения. Песня. Песня. Здесь, на Елеоне, всегда испытываешь чувство какой-то детской совершенно радости. Хочется смотреть на небо, действительно ведь небо, в которое вознесся Христос. И вот помните, как в Евангелии апостолы тоже испытывали здесь необыкновенную радость. Они с радостью вернулись в Иерусалим. Помню, как в детстве я этого никак не понимала, читая Евангелие. Мне казалось, почему апостолы радуются, ведь они больше не увидят Христа, он больше не будет ходить с ними, жить с ними на этой земле, разделять с ними трапезу. Понятно, почему радовались апостолы. Ведь в Вознесении Своем Господь заканчивает дело нашего спасения. Господь родился на этой земле, став новым Адамом. Прожил эту жизнь так, как должен ее был бы прожить Адам. Быв послушным Богу даже до смерти, Господь нес свой крест, Господь принял смерть, искупил наши грехи. И вот теперь Он всыновляет нашу плоть человеческую Богу, Отцу. То есть возносит человека до Бога. Этим заканчивается как будто этот круг нашего спасения. И для того, чтобы эта связь уже была неразрывной навсегда, посылает Господь Духа Святаго, действием которого мы и будем прилепляться к Богу и уже неразрывно с Ним существовать. Получается, что Господь нашу немощную плоть человеческую возвысил до такого состояния, что посадил ее одесную Бога Отца. То есть выше всех тварных существ, даже выше ангелов. И вот в этом великая радость, что уже действительно после такого ничего не может разделить нас и разъединить нас с Богом. Ничто не может отлучить нас от любви Божией, которая в Иисусе Христе. Потому что только Христом к такому состоянию мы прийти можем. Ведь существо человеческое, сидящее одесной Бога Отца, оно преображено воскресением. Это уже духовное состояние, в которое мы с вами надеемся прийти. А прийти через кого? Через Христа. Потому Он и говорит, я есть путь. Потому что Он сам этот путь проделал, Он проложил его нам. И через Него только, Его только личностью мы спасаемся, Его благодатью, Его ходатайством. Вот через Христа. В этом заблуждение многих других религий, которые ведь тоже хотят хорошего, тоже хотят быть с Богом, но они полагаются в основном на самих себя и на свои силы, на морально-нравственные законы, на исполнение даже законов. Но без благодати Господа Христа достичь вот этого обожения, вот этого всыновления Богу, соединения с Богом совершенно, конечно, невозможно. Вот почему такая, наверное, радость здесь, на этом месте, до сих пор ощущается, присутствует даже, хотя вот сегодня канун Вознесения, я бывала здесь много раз в своей жизни в обыкновенные, в самые разные будние дни, всегда ощущается здесь вот эта радость, радость Вознесения. Литургия, которая будет здесь завтра, будет служиться вот на этом древнем престоле. Этот престол остался от византийского храма, построенного здесь в конце 4 века, и до сих пор на нем служит. Что очень интересно, храмы на Иллионе строились в то время без крыш. То есть вот мы видим с вами вокруг нас вот эту стену, нижние ее камни, прямо даже 4 века, нижний ряд камней. Вот такая стена, видите, она не слишком большая. Стена эта окружает всю территорию. Вот это и есть стена древнего храма, который был здесь. Крыши же не было. Строили храмы без крыши для того, чтобы было видно небо, в которое вознесся Господь. Вот такая была традиция древняя. Если мы пойдем с вами вокруг Часовни Вознесения, мимо нашего престола православного, то увидим, что есть здесь еще престол у сириан. Так и написано, сирианский алтарь. То есть принадлежит он сирианам. Это монофизитская церковь. У нас есть сирианская община и монастыри есть сирианские. А дальше будет коптский алтарь. И вот уже внутри этой палаточки армянский алтарь. Завтра на день Вознесения все будут служить здесь вместе. И православные, и сириане, и копты, и армяне. При том, что совершенно удивительно, никто никому не мешает. Господь дает такое какое-то умиротворение и благорастворение воздухов, что обычно все молятся, прекрасно слышат каждое свое пение, чтение, и никто никому не мешает. Поскольку у нас уже жарко и достаточно солнечно, то для того, чтобы не перегреть прихожан, строят вот такие навесы. Уже железная конструкция готова. Сейчас ее покроют брезентиком таким, зеленым или синим, и получится тенек. И вот тут, собственно, и будут завтра стоять все молящиеся, кто где найдет себе местечко. Напротив места Вознесения Господня находится греческий монастырь Вознесения. Обязательно как-нибудь я покажу вам большую обстоятельную экскурсию по этому монастырю. Сейчас же хочу заглянуть и спросить, будет ли у них служба на Вознесении. Заодно немножко показать вам место. Греческий монастырь Вознесения это участок, который был куплен еще много веков назад Иерусалимской Патриархией. И вот знаменит он отцом Иакимом, который здесь служил и который строил здесь храм. Слава Богу, постараемся прийти. Нынешний настоятель монастыря, отец Ахиллес, оказался занят и поговорить с ним не удалось. Но сестры сказали, что служба на Вознесении будет ночная. Вот на этом месте греческий архимандрит Иаким строил в 90-е годы небольшой двухэтажный храм. Власти храм разрушили, так как не было разрешения. Получить же разрешение на строительство храма в Израиле практически невозможно. Во время разрушения второго этажа произошло чудо. Упавшая со стены круглая икона спасителя стала вращаться сама собой, и у всей строительной техники заглохли моторы. Рабочие в страхе бежали, а экскаваторы так и не завелись, их пришлось потом эвакуировать. Нижний храм так и не разрушили, и там идут службы. Нынешний настоятель верит, что храм будет построен на том же месте, где его заложил отец Иаким. Тут же рядом, за местом Вознесения, находится наш монастырь Вознесения Господня Русский. Русский Спасо-Вознесенский Женский Монастырь. Вот тоже. Не знаю, какие там новости, откроют ли на Вознесение храм. А сейчас мы пойдём с вами заглянем, постучимся и спросим. Ну что же, табличка гласит, что монастырь пока что закрыт временно. Наш русский Спасо-Вознесенский Монастырь принадлежит действительно русской зарубежной церкви. Но то её части, которая приняла объединение с Московской Патриархией, упоминает Патриарха Кирилла. Так что в былые времена наши паломники могли здесь спокойно оставлять записочки. Как мы видели с вами, табличка на воротах гласит, что монастырь пока временно закрыт. Однако везде есть свои люди. У меня здесь живёт крёстная моей второй дочки Эмилии, монахиня Анастасия. Матушка сейчас выйдет. Мы с ней поговорим. Посмотрим, захочет ли она сказать несколько слов на камеру для вас. По крайней мере, от неё я точно узнаю, будет ли здесь служба на Вознесение и вообще, как, собственно, дела в монастыре. Я закрыта. Ай-яй-яй. Так. Хорошо, что есть Юсеф. Юсеф манишма. Аллах баруха шея башу мэ. Беседр, матушка. Моя истинная в воскресе. Ну, хамдулила бэмэ. Да, вот такая встреча после коронавируса. Вот это моя Анастасия, друг родной. После коронавируса, да, сколько мы не виделись. Нам месяца три, да, точно. Да. Ну вот. Пистос воскресе. Внутрь монастыря нельзя пройти? Ну, вот так хотя бы с краешку посмотреть. Ну, вот, мои дорогие, вот матушка Анастасия любезно согласилась сказать вам пару слов приветственных по случаю выхода из карадин. А будет у вас на Вознесение служба всё-таки? Да, конечно, будет служба. Да, но, к сожалению, мы ещё не откроем на Вознесение, потому что мы боимся, что будет наплевнорода. Мы откроем после праздника. На второй день праздника мы откроем, дай Бог, с Божьей помощи. А как сёстры вообще пережили карантин? У вас болел кто-то? Нет, слава Богу, у нас никто не болел. Господь хранил. Да, да, слава Богу. Мы сразу всё закрыли, и из сестёр никто не выходил из монастыря. Только так по необходимости выходили из монастыря, а так всё было закрыто, слава Богу. А как духовное настроение, как у сестёр? Всё было очень хорошо. Наоборот, одни только сёстры были в монастыре. Как бы это было духовное, можно сказать, что нас больше собрали духовно. Мы были как-то в объединении больше духовной, с духовной стороны. Потому что нас было только сестёр, никого из посторонних не было. И мы как-то были очень так, с духовной стороны, мы больше были объединены. Всё-таки правда же, что, наверное, когда было так много паломников, с одной стороны, радостно и для монастыря помощь, но всё-таки духовно сёстрам тяжко. Когда толпы, толпы, каждый день, наверное, помолиться-то некогда. Честно говоря, с одной стороны, да. Паломники — это, конечно, помощь большая. И помощь большая, с одной стороны, финансовая помощь, это очень помогает нам. И с работы, конечно, нам помощь большая. А с другой стороны, это, конечно, отвлекает нас от молитвы. А тут, со всех сторон, и нам было больше трудиться, и, конечно, нам было немножко туго с финансовым этим. Потому что я немножко, ну, насчёт покупок я покупаю. И всё такое. И Машкингуменев со временем мне экономить, экономить, экономить. Ну, ничего, приходится экономить, и за это слава богу. Ну, ничего, видите, Господь всё в пропорции даёт. Да, да. Невозможно быть на Иллионе и не прийти вот сюда, на смотровую площадку. События Вознесения связаны со Вторым пришествием. Помните, как ангелы сказали апостолам? Мужик Галилейский, что стоите и смотрите на небо? Он придёт тем же образом. Вот здесь перед нами, как на ладони, Кедронская долина, Иерусалим, Храмовая гора. И представляются события последней главы Апокалипсиса. После Страшного Суда опустится на Иерусалим другой город, Небесный Иерусалим, у которого ворота будут из золота и стены из хрусталя. И в основании стен будут 12 камней по числу 12 колен израилевых. Всё это представляется здесь совершенно живо. А Страшный Суд, согласно пророчествам библейским, будет вот здесь же, в этой долине. Об этом можно прочитать и у Захарии, и у Зикииля. И Господь явится прежде на Иллионе. А в долине этой будут собраны все народы. Елеон после землетрясения разойдётся надвое. Долина Кедронская соединится с Аудейской пустыней, как пророк Захарий нам говорит. И вот все мы с вами здесь встретимся. А сейчас, накануне Вознесения, пока видим эти места. Слава Богу! Ну вот, мои дорогие, мне пора с вами прощаться. Я не хочу слишком сильно задерживать Саида. Да и мне пора тоже к деткам. Пора готовиться к празднику. Оставайтесь с Господом. Я же обещаю вам проходить в эфир как можно чаще. Я же обещаю вам проходить в эфир.